Снова здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем солить чеснок. Для этого нам потребуется чеснок, листья хрена, душистый перец горошком, ну и соответственно соль и вода. Берем чистую умытую баночку, лист хрена, отрываем кусок, я разделю на три части примерно, укладываем на дно банки, кидаем сразу несколько горошин перца и начинаем засыпать чеснок. Еще лист хрена кусок отрываю, кидаю еще несколько горошин перца и опять чеснок. Чеснок весь заложили сюда, кладем опять хрен, высыпаем оставшийся перец и теперь нам надо залить рассолом. На рассол у нас идет 2 столовые ложки каменной соли на литр воды. Воду закипятить, добавить соль, размешать, дать воде остыть до комнатной температуры, после чего можно заливать. Заливаем так, чтобы был покрыт весь чеснок. Я специально взял банку больше объемом, чтобы прям залить вот так сверху много жидкости, иначе бывает, что жидкость просаживается, выходит воздух из чеснока и потом приходится доливать. Чтобы этого избежать, я сразу взял немножко больше баночку. Ничего страшного в этом нет. Я продолжу ролик снимать через три недели, а вы его увидите буквально через пару секунд. Ну вот и все. Прошло чуть больше трех недель в моем случае. Чеснок полностью готов. Имейте в виду, что при засолке чеснок слегка меняет цвет. Вот вот такого, не знаю, как бы чуть-чуть терракотового, что ли, как у меня, бывает доходит до бордового цвета. Это зависит от сорта чеснока. Некоторые также остаются просто белым. Так что не пугайтесь. Данный чеснок очень вкусно, как закуска, так же использовать при приготовлении салатов. Если вы решите его законсервировать, то просто слейте рассол, приготовьте новый рассол, залейте заново и консервируйте по принципу огурцов. А так, в принципе, в этом же рассоле, в котором он солился, он стоит в холодильнике прекрасно, три-четыре месяца точно. На этом все, дорогие друзья. Мой канал Макси Кухня прощается с вами. Подписывайтесь на меня в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся!